Приветствую вас. Как мне показалось, у вас есть две основных проблемы. Первая проблема это с мужем и всё, что связано с ним. А вторая проблема это проблема беременности. То есть вы беременны, у вас происходит смена гормонального фона, смена вообще структуры вашего организма. И естественно, что вы сейчас на все эти вещи, которые, ну вот, на которые в другой любой момент отреагировали бы вполне возможно совершенно спокойно, ну или не так болезненно. Вот. Сейчас вы реагируете естественно очень тяжело. И это связано с вашей повышенной эмоциональностью, которая вполне естественно для беременных женщин. Вот. Это первое. Значит, и исходя из этого, можно и нужно сделать, что вы сейчас всё-таки, ну знаете, довольно неадекватны в оценке того, что происходит. Надо сказать, что ваша неадекватность или, иными словами, субъективность восприятия того, что делает ваш муж, обусловленная естественными факторами. И вам, ну, можно, можно попробовать, может быть, как-то себя успокаивать, да, то, что это какие-то успокоительные, может быть, лёгкие принимать. Ну и что-то, что вам не навредило бы, я имею ввиду. Вот. Для того, чтобы вы сейчас, находясь в этом эмоциональном состоянии, в состоянии беременности, ну, не надворили каких-то дел и не испортили ваши отношения с мужем совсем. Чтобы вы его от себя как-то не отвратили. Естественно, здесь обязательная рекомендация будет проконсультироваться с врачом, потому что, ну, совершенно неизвестно, что вам можно, что вам нельзя, что вообще вам позволительно, что не позволительно, ну, вот в вашем, в вашем, ну, в вашем состоянии, да, потому что нужно же всё сделать так, чтобы ребёнку обязательно не навредить, которые вот у вас есть, и это тоже очень важный момент, да. Далее. Значит, смотрите. Что касается беременности, здесь я вам рекомендую к врачу обратиться, к вашему лечащему. Вот. И приконсультироваться по этому поводу, то есть, ну, сказать, что вы как-то болезненно реагируете на все, да, на всё, то есть, очень эмоционально реагируете. Вот. Соответственно, можно ли как-то вот снизить уровень вашего напряжения, потому что, ну, это вредит вам, это вредит ребёнку, никому это не надо. Да, вот. Вот, то есть. Вот. Здесь нужно вот так, ээээ, вот так, вот, спокойно постараться ээээ это воспринять спокойно. Абсолютно. Эээ, то есть, в том, что как вы воспринимаете, эээ, происходящее в это, эээ, в том как вы это воспринимаете, а, снизить а, ну, не делать скидку на, Ага, именно вот. То, что у вас все-таки, ну, сейчас эмоциональное состояние нестабильное. Вот. Это первый момент. Это первый момент. Второй момент. Это то, что касается ваших отношений с мужем. Здесь мне, мне кажется, ситуация куда более серьезная, потому что, ну, элементарно, да, раз муж сидит на сайтах знакомых, значит, что? Ну, значит, ему, скорее всего, чего-то не хватает. Ого. Но, только не нужно думать, да, что это обязательно сразу вы виноваты, что это обязательно сразу вы что-то не так делаете и так далее. Вот. Это может быть и не в вас проблема, а в вашем муже, но в любом случае. Тот факт, что эта ситуация и есть, она, то есть как бы тот факт не отменяет, что эта ситуация имеется именно у вас. И с ней нужно что-то, с ней нужно что-то делать в этой ситуации. Понимаете, да? Надеюсь, о чем идет речь. Вот. Давайте разбираться. Значит. В истории браузера увидел, что мой муж периодически заходит на сайт знакомств. Угу. Угу. Значит, мужчина заходит на сайт знакомств. Ну, это, безусловно, неприятно, конечно же. Но, с другой стороны, заходит на сайт знакомств, но, как вы пишите сами, что дальше переписка, где он не доходит у него, значит, он все равно остается верен вам. А это означает, что он с вами, он любит вас и так далее. А переписка для него это просто развлечение. С другой стороны, если вам, ну, не нравится, если вы чувствуете, что это идет вразрез с вашими представлениями, да, о том, как должен вести себя ваш муж, то, соответственно, здесь необходимо не разговаривать. Вот. Понимаете, эм... Какая здесь, эм... Тонкость. Здесь важно не разговаривать. То есть не говорить ему, вот, ты, там, зашел на этот сайт знакомств, да, и, там, что ты делаешь. Нет. Разговаривать нужно о другом. Нужно говорить о близости вашей. О понимании между вами. О доверии, может быть, между вами. Понимаете? О таких вещах. А не о том, например, как вот, ну... Что он делает неправильно. Понимаете? Ага. Потому что, да, мужчина, мужчина, он ведь, ээ, как бы, тот же человек. Да, у него есть, ээ, свои желания. У него есть, ээ, свои потребности. У него есть, ээ, какие-то, ну, не требования, может быть, слово требования, может быть, было бы, эээ, не совсем правильным. Ага. Я думаю, что, эээ, у него есть свои какие-то предпочтения, которые вы, скорее всего, не удовлетворяете. То есть, вы же не будете спорить, например, с тем, что мужчина не всегда, ээ, ходил на, допустим, этот сайт. Вы тут только заметили это, ээ, вот, эээ, значит, ну, в какой-то промежуток времени, когда-то. Вот когда-то вы заметили, что он начал ходить на этот сайт, да, на этот сайт. А до этого, получается, что было, было, все в порядке же, ведь правильно. До этого было все в порядке. Значит, эээ, наступил какой-то момент, когда мужчина, эээ, перестал от вас получать то, что, ну, то, что он, он хочет, то, что ему, ему нужно. Вот. Соответственно. Соответственно. Смотрите. Как, эээ, получается, эээ, значит, эээ, вы пишете сами о том, что, эээ, мужчине может, да, что-то не хватать, чего-то не хватать. Мужчина может, эээ, мужчина может, эээ, что-то не нравится. Вот. А, значит, мужчина может, эээ, чего-то от вас недополучать, да, и... вместо того, чтобы, эээ, давать ему это, да, вот, чтобы дать ему это, дать ему то, что вот, вам нужно, эээ, дать ему, эээ, дать ему, эээ, то, что ему не хватает, попробовать. Вы из-за этого переживаете. Вы из-за этого переживаете. Знаете, да, деструктивность, деструктивность вашей позиции. Вы из-за этого переживаете. Вы не говорите о том, чего хотите вы, и, скорее всего, не говорите, эээ, ну, и, скорее всего, не говорите о том, эээ, что хочет мужчина. То есть он вам, как бы, эээ, он вам, эээ, скорее всего, о своих, эээ, желаниях не говорит. Понимаете? Вот. И, соответственно, не говорит вопрос, почему? Понимаете, в чем дело? Вот. Ну, это, эээ, лишь часть. Далее. Судя по всему, так, при писке не засидивается сидит по 10-15 минут в сутки. Угу. Пойти каждый день. Ну и что? Развлекается он так. Он так. Почему вас это так тревожит? Надо дальше вы говорите об этом, но я пока вам задаю вопрос здесь. Ну, если сидит он на этом сайте 10-15 минут. Ну, не постоянно же он на нем пропадает, правильно? Ну, вот. Если бы постоянно пропадал, можно было бы говорить о том, да, что, что ему это интересно, что он там, чего-то ищет, что он там, чего-то хочет, что он там, что-то надеется найти, ну и так далее. Но он же очень мало времени там проводит. Так почему вы так переживаете за это? С чем связаны ваши переживания конкретно? Вы как вообще себя поставили в этих отношениях? Вот что меня, пожалуй, интересует больше всего. Какая у вас модель поведения? Что вы не можете своему мужу сказать о том, что вас вообще волнует, беспокоит и так далее. Чело в том, что где-то полгода назад я уже заметил это его предстрастие и поговорил с ним, а что он мне сказал, что он просто прикалывается над тёлками и вообще это не его ангета и смешно, что я так реагирую и обижаюсь. С полгода назад я заметил это его предстрастие. А, пишите вы. А что произошло с полгода назад? А что произошло ещё раньше этого времени? А вы спросили мужчину, почему ему хочется прикалываться над женщинами, да, зачем он это делает? Для чего он это делает? А вы сказали мужчине о том, ну, например, например, что вам неприятно? Вот. Вы сказали мужчине о том, что вы считаете это поведением неприемлемым для себя. Что это, что это идёт в разрез с тем, что должен делать мужчина. Вот вы ему сказали об этом? Так. Вы донесли до него эту мысль? Дальше вообще так. Непонятно. Так, ну поговорили вы с ним. Ну сказал он вам, что он просто прикалывается над ними. А дальше-то что? Понимаете? Дальше-то что? А дальше ничего, судя по всему. Потому что вы своей позиции не обрисовали никакой. Вы говорите, что мужчина должен, по вашему мнению, делать. А чего вы хотите, вы не говорите. Почему вы так хотите? Вы, ну, тоже не говорите. Вроде бы, вроде бы вы не говорите об этом. Знаете, в чем дело? А это проблема. Это проблема. Потому что мужчина-то думает, что вы как-то его подозреваете в том, ну вот, чем он занимается. Что вы ему запрещаете делать то, что он хочет. А в действительности это речь нужно вести о том, что вам неприятно. В действительности это речь нужно вести о том, что вы считаете это неправильно. что для вас это неприемлемое поведение, что вам от этого как-то вот, ну, тяжело, не по себе, а там, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Понимаете? Ну и опять же, я уверен, что вы не говорили с мужчиной о желаниях. Его желаниях. Чего ему хотелось бы, что ему хочется. Вот. Мы не говорили, скорее всего, об этом. Ему. Понимаете? А это очень важно. Мужчина, он ведь, эм, буквально всё понимает. Дальше идём с вами. Так. Заметил, у нас снова походные сайты, меня словно подменили. Я считаю, что на этих сайтах для прикола не сидят. А для чего там сидят? Давайте вот эту вот вашу мысль попробуем развить. Значит, на этих сайтах для прикола не сидят. Ну, хорошо. Я с вами согласен. Допустим. Допустим, действительно, на этих сайтах для прикола не сидят. Но тогда, получается, если на... для чего-то на этих сайтах всё же сидят. Для чего? Для чего? Для чего не хватает вашему... вашему... эм, ну, по-вашему. И вообще, там сидят одни дегенераты. И вообще, это сразу вот идёт у вас избегание. И вообще, это бег от ответственности. То есть, вы, как бы, привлекаете кого-то... кого-то... эм... вы привлекаете кого-то, эм... Who привлекаете кого-то... К... эм... К важным проблеме. Почему вы решили, что на этом сайте перебят только дегенераторы? Почему вы решили, что там только боги и люди сидят? Почему? Ну, разные ситуации бывают, понимаете? Абсолютно разные ситуации бывают. И нельзя, нельзя так говорить, что одни дегенераты сидят. Разные ситуации, разные люди. Вот. Просто вы так защищаетесь. Вы говорите дальше. Я не понимаю, что там делает мой муж. Это имеется ввиду, что вы его дегенератором не считаете, а он там все равно сидит. Так вот, именно поэтому вы не правы. Что ваш муж не дегенерат, а он там сидит. Значит, там сидят не только дегенераты. Ну, это да. Далее. Мне непонятно место нахождения моего мужа на этом сайте знакомства. Так спросите его. Спросите его об этом. Нам ведь тоже не очень понятно, почему он там сидит, понимаете? Ну, мы можем сказать, что его что-то не удовлетворяет? Мы можем сказать, что он чего-то от вас, например, недополучает, например. Мы можем это сказать, да. Это будет, ну, что-то близкое к истине. Об этом что-то недополучает. Да. Но пока, но пока. Это же нужно понимать, что именно мужчина от вас не получает. Понимаете, в чем дело. А то вы не знаете, что он от вас не получает, а его, как бы, обвиняете, в том-то надо сидит. Вот. Ну, вы сперва, сперва постарайтесь дать ему то, что он хочет. А потом уже будет понятно, это к вам имеет отношение. Или... Нет. Понимаете, в чем дело. Дальше. Я не сказал ему тут новое видео, что он доходит на этот сайт. Я просто в душе обиделся, не могу с него очень нормально общаться. Так. Ну, точно обиды, это... Как бы... Вследствие того, что... Вас... Задело. Да. Ну, то есть... Вас... Лично вас... Зацепило, что там сидит. На этом... На этих сайтах. И брать его обиду. То есть, вы не можете с ним нормально общаться, потому что вас это задело. Потому что вас это зацепило. Но это же вас зацепило, а не его. Это же вам не понравилось, а не ему. Это же вы чувствуете себя, ну, по всей вероятности, ущемленной в чем-то, приниженной, возможно. Вот. И так далее. Но это ваша проблема. Это не проблема вашего мужа. Потому что муж этому значение не предает. А вы по своей причине, по своим, ну, силу своих причин, вы как раз таки не послушали своего мужа. И продолжаете предавать то значение, которое вам диктует ваше сознание, исходя из ваших страхов, исходя из ваших переживаний, исходя из ваших представлений, ну, возможно, о себе и так далее. Понимаете, в чем дело? Вот в этом, в этом, и заключается нюанс весь. Именно в этом заключается весь нюанс, что вы на своего мужа переносите те свои обиды, те свои, по сути дела, негативные эмоции, которые у вас копятся. Которые не находят выхода у вас. То есть вот вы обиделись и молчите, потому что считаете, что это неправильно, считаете, что выводы не сделаны. А какие выводы должны быть сделаны? Вы почему себя с мужем ведете как родители? Вы же ему не родители, чтобы он выводы делал. Понимаете? Ну, вы же не поговорили, вы ему что-то сказали. Вы о своих желаниях ему донесли. Ну, непонятно. По крайней мере, я этого не увидел, что вы донесли ему свои желания. Хорошо. Значит, если мы исходим из того, что вы ему свои желания не донесли, а вы просто ему сказали, что вот ты сидит на сайте на ком, зачем и так далее и так далее. Вот. Или вы не спросили, почему он сидит там. Да? То вы ожидаете, что он сделает выводы? Что он, ну, как-то поменяет свое поведение, да? Как-то поменяет свою позицию. А мотив? Какой мотив? Вы поговорили? Поговорили. Вы о своих желаниях сказали? Ну, в общем и целом, ну, как бы, непонятно, сказали вы или нет. Но давайте будем исходить из того, что нет, не сказали. Вот. А его желания, то есть, желания мужа учли, как-то, как-то тоже, ну, непонятно, учли вы или нет. То есть, понимаете, как бы, как бы, да, что, эээ, все по-прежнему, вы ничего не поменяли, вы не сказали, что, эээ, изменили свое поведение, да? А значит, и, по-прежнему, вашего мужа как были, так и остались. Они никуда не делись. Вот. Понимаете, в чем дело? Дальше. А, так. Я просто в дочери обиделся. На что? Вот. На что вы обидели? Почему вы обидели? Что за негатив у вас копит? Какой именно негатив? Да? Так. Значит. Эээ, я беременный, начинаю накручивать себя. Эээ, допустим, что он сидит на сайте знакомств и кого-то там выискивает. Хорошо. Эээ, хорошо. Давайте, эээ, представим, что он действительно там кого-то выискивает. Давайте, эээ, по самому, так скажем, ну, негативному сценарию пойдем. Ээ, хорошо. О, он выискивает. Он выискивает там действительно кого-то. Почему? Ну, как получилось так, что ему понадобилось кого-то выискивать. Ведь не просто же так он начал это делать, это делать. Ну, вот, предположим, что он кого-то выискивает действительно. Эээ, давайте представим себе, что он действительно там кого-то выискивает. И, что дальше? Давайте, что дальше? Вы сами, эээ, что делать будете? Вы будете просто обязаться или вы будете, или вы постараетесь, эээ, своему мужу как-то вот дать, эээ, то, что он ищет там. Понимаете? Понимаете, в чем дело? Понимаете, какой момент? Ва-ваша позиция, она... НЕ конструктивное, вы обижаетесь и в этот момент думаете о себе, вы обижаетесь, вы в этот момент эгоистично себя ведете, потому что вот, муж не сделал, как я хотел, муж не сделал, как я от него ждала, и все, он плохой, я на него обидел. Почему такая модель поведения у вас, потому что, скорее всего, в детстве ваши родители вели себя так же, они не говорили о том, что их обижают, они требовали от других, они не говорили о своих желаниях, они не говорили о желаниях других, ну, о желаниях партнеров, и вы ведете себя так же. Вы позволяете негативным своим эмоциям накапливаться, вы позволяете негативным своим переживанием копиться и не находить выхода. Как бы, как бы, ну, у вас, а плач, слезы, которые вы, ну, вот, которые, которые вы им используете, это своего рода бунт, это своего рода, эм, такая, знаете, разрядка. Вам, то есть вы разряжаетесь, эээ, когда плачете. А, когда плачете, вы, что происходит? Вот, что происходит? Ну, скорее всего, вы, эээ, нуждаетесь во внимании, к себе, к себе. Вот, ну, я, конечно, эээ, здесь, эээ, не уверен, но, эээ, думаю, что слезы используются вами для привлечения внимания мужа к себе, как раз-таки. Вот. Почему? А потому что по-другому он внимание к вам не проявляет. Видимо. Вот вы говорите, случается пластиковый скандал. А из-за чего скандал? Почему скандалить? Далее вы пишите, почему я молчу? Я считаю, что будет неправильно. Если я ему опять скажу, то мне не нравится, что он сидит на этом долбанном сайте. Ммм, а почему неправильно? Ведь это, эээ, правильно для вас? Для вас правильно, правильно. Почему для, эээ, вы не делаете для него то, что сам считаете правильным? То есть вы, получается, эээ, пытаетесь перед ним что делать? Играть? Вы, получается, перед ним пытаетесь что делать? Эээ, быть кем-то другим? Как, какой-то другой перед ним вы пытаетесь быть? Не той, кто вы, кто вы есть на самом деле? Потому что, ну вот, понятно, да, что, эээ, вам не нравится, вы считаете это неправильно, а ему не говорите. Вот. Потому что он будет от вас это скрывать. Но если он будет от вас это скрывать, значит, он этого стыдится. Если он этого стыдится, значит, он, опять же, эээ, действительно делает что-то такое, значит, ваши подозрения оправданы, а значит, эээ, если подозрения оправданы, то, эээ, нужно что-то делать уже более серьезное, потому что у вас ребенок рождается, и, эээ, ребенок родится в неблагоприятной атмосфере, и, эээ, и что будет? Кому будет хорошо, если вы не будете честны друг с другом со своим мужем. Но вопрос нужно ставить не так. Я вам еще раз повторяю. Вопрос нужно ставить не так. Почему он сидит на этом долганом сайте? Вопрос нужно ставить иначе. Что заставляет его это делать? Почему он там сидит? Не нужно ему запрещать. Нужно просто понять, с чего ему не хватает. Может быть, ему не может быть, ему не хватает легкости, если легкости вообще не с вами. Может быть, из-за беременности вы стали в меньшей степени, ну, вести себя женственно по отношению к нему и перестали удовлетворять. Ну, как бы у вас это было еще до беременности, как я понял, полгода назад. Вот. Ну, по крайней мере, по крайней мере, об этом, ну, вы пишете, но не точно, тут нужно уточнить. Если же это было до беременности, то, опять же, непонятно, как вы тогда ребенка зачали. То есть, ну, зачем, если у вас проблемы есть в отношениях, вы скандалите там и так далее. Вот. То есть, для чего ребенок здесь? Ребенок, это же, как бы, естественная форма развития отношений, когда, ну, например, вы, там, допустим, все сделали уже для себя, для... пожили для себя и хотите уже теперь делиться опытом. Да? Вот тогда ребенок, ну, актуальным становится. Вот. А у вас ситуация произошла как-то непонятно. Проблема есть, вы скандалите, он сидит на сайтах знакомств, а вы ребенка, значит, вы беремените, беремените. Понимаете, что есть? Это вот, опять же, к вопросу о ответственности. Вашей ответственности за себя и за свою жизнь. Вот. И осознанности поведения. Вопрос осознанности поведения. Так, я считаю, будет неправильно, если я им опять скажу, что мне не нравится. Он сидит на этом добром сайте, потому что разговор уже был, выводы не сделаны. А какие выводы мужчина должен был сделать? Какой разговор был? А какой мотив мужчине делать выводы? Зачем? Вы с ним, вы поговорили, вы свое поведение не изменили. Как я понял, просить не сидеть на этом сайте, вы его не встали. В каких выводах речь? В своем поведении вы ничего не поменяли. Удовлетворять мужчину больше, ориентироваться на него больше вы не стали, опять же. Я почему об этом говорю, потому что, ну вот смотрите, вы вот сейчас вот, да, ну вот, в данный вот момент, да, вы думаете о себе, вы же не думаете о нем в этот момент. Ну вот, а раз вы думаете о себе, значит, мужчина ваш без внимания находится, а внимания он хочет, чувствует себя мужчиной он хочет, понимаете, для чего он на сайте сидит? Чтобы чувствовать себя мужчиной, вы ему этого не даете. Вот вы сперва попробуйте дать ему почувствовать себя мужчиной, сперва попробуйте дать ему вот это вот чувство, а потом, потом уже будете обговаривать и запрещать, что там. Так, получается, ему это нужно, правильно ему это нужно, если я ему скажу, значит, доставляю сделать, по-моему, ну, отчасти, отчасти правильно, но не совсем. Знаете, если вы мужчине даете все, что он получает от сайта знакомых, то есть удовлетворяете его потребности полностью, то сказать ему о том, что вас принижает тот факт, что он сидит на сайте знакомых, вполне можно. Это ваше право, но вы же не будете терпеть к себе унижающего поведение. Ну, в норме не будете, если вы терпите, значит, для этого есть какие-то основания. Либо страх одиночества, либо низкая самооценка, соответственно, и жестнее неуверенность в себе. И смартинка, они имеют схожие признаки, но купируются по-разному. Работа с ними по-разному идет. Но в норме-то вы не будете терпеть поведение, как-то дискредитирующее вас, правильно? Скорее всего, нет. Так, а здесь что? Если вы не даете мужчине то, что он хочет, и бредом требуете от него, да, это неправильно. Это подавление происходит. Вот яркий пример, да. Вы, например, не даете мужчине секса. Ну, просто вот не даете мужчине секса и все. Не хотите его, там, не хотите мужчине доставлять удовольствие, там, я не знаю, кто-то еще. Вот. Бывает. Бывает такая ситуация. Конечно, она не очень хорошая, но бывает. Вот бывает. Так вот. Мы не даете мужчине секса. И от него требуете, чтобы он им не занимался. Ни с кем. Вообще. Но мужчина то хочет. Правильно? Мужчина то секса хочет? Хочет. А вы ему его не даете? Не даете. И соответственно, правильно это поведение? Нет. Неправильно. Потому что, эээ. Так. Нельзя. Так. Так. Нельзя. Вот. Поступает. Поняли мысль. Когда у вас есть право требовать что-то для себя, а когда – нет. Но ведь он однозначно не удалится и будет скрывать, что сидит на сайте, мне так кажется, ведь зачем-то ему это нужно. Так правильно, вместо того, чтобы теряться догадка, вы с ним просто поговорите, скажите ему о том, чего хочет он, что нужно ему, что ему не хватает. Ласково, нет, говорит, дорогой, тебе все нравится, тебя все устраивает, скажи, чего ты хочешь. Или посмотрите, что можно для него сделать самостоятельно. Окружите его, как бы, лаской и любовью в большей степени, вот. У него не было вот этих вот потребностей, потребностей, ну, сидеть на этих сайтах знакомств. Понимаете? И все. И все. Ему действительно нужно это. Действительно. Для чего? Для чего? Для чего? Нужно. Вот в чем. Вопрос. Мазерком дело. Вы же этого не знаете. И, как я понял, вы не просто этого не знаете. Вы не готовы это узнавать. Вы не готовы в своих отношениях разбираться. Вы не готовы в своих отношениях как-то гармонизировать. Если можно так выразиться. А если вы не готовы в своих отношениях гармонизировать, то, ну, а как тогда будет что-то хорошее? Понимаете? Далее. Я не знаю, как мне быть, мне тяжело морально. Ну, потому-то вы все держите в себе. Я очень, я очень, я очень обиден. На кого, на что, в чем, в чем обида ваша? Как именно вас это задевает? По какой причине вас это задевает? Вот эти вот все моменты, их все нужно выяснять. Как вы обычно, ну, вот, справляетесь с обидами? Как правильно справляться с обидами? Понимаете ли, вы сейчас, что вы сейчас в детской позиции, что вот вы обижены и все. Понимаете ли вы, что это обязательно повлияет на ваше отношение, на ваше здоровье и на вашего мужа и так далее. Меня будто бы предали, хотя я уверен, что он мне не изменяет. А предательство тогда в чем? Правильно, в вашем сознании. Вы сами, сами восприняли это как предательство. Вопрос только в том, почему, понимаете, можно ли считать предательством поведение человека, который не удовлетворен своим, ну, своей жизнью с вами. Своим, там, я не знаю, союзом с вами и так далее. Можно ли считать, предательство, вот ответьте себе на вопрос. Как и ответите себе на вопрос, что вы делаете для мужчины своего вообще. Ну, какие у вас, вот ваши действия, а не какие вообще. Понимаете? Вот. Я думаю так. Я думаю так. Далее. Значит так. Просто он мне сам всегда говорил, что за верность, что уважение и верность самое главное в любви. Это вот такая фигня. Так, а с чего вы взяли, что он себе изменил? Изменил своим принципам. Он же вам не изменяет 10-15 минут, что за 10-15 минут можно сделать? На сайт. Поэтому я думаю, что здесь вы не правы. То есть именно это вследствие того, что вы накручиваете себя. Понимаете? Как мне выйти из этой ситуации? Начать разговаривать. Учиться быть взрослым. Проанализировать ваше отношение к мужу, отношение к себе. Почему вы так болезненно реагируете на то, что он может вас разлюбить. Что вы делаете для того, чтобы он вас не разлюбил. Как бы. И так далее. И так далее. А обиды ваши, которые вы накапливаете в себе. Они проблемы не решают. И самое главное. Самое, что главное. Это то, что не решая проблемы, вы мужу доносите, что все хорошо. Что все нормально. Мужчина, по вашему мнению, должен сам догадаться, что сделал что-то не так. Вот. Он вам сказал, что он в этом не видит ничего плохого. Он в этом не видит ничего негативного. Он делает, просто прикалывает. И все. Непонятно все, чем ваш разговор закончился. Предыдущий. Понимаете, в чем дело. Вот. Так что. Я думаю так. Нужно в первую очередь разобраться с тем, что блокирует вам выражение своих негативных эмоций. Во вторую очередь нужно подкорректировать вашу женскую модель поведения с ним. Ага. В третьих это уверенность в себе. И, соответственно, граница. Где граница моя? Где граница мужа? Что может сделать муж? Что могу делать я? Вот. Такие вот аспекты. На этом все. Надеюсь, помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.